Музыка Дорогие товарищи, от имени и попоручения Оргкомитета Приветствую вас на научно-практической конференции Программа действий профсоюзов Опыт и задачи рабочего движения Тема выбрана не случайно Напомню предысторию вопроса Что после контрреволюции в СССР Тогда, когда капитализм уже стал Как на личное бытие Орекционные силы еще продолжали Подчищать хвосты И уничтожать Избавляться от следов и остатков социализма В капитализме А я напомню, что в начале 90-х годов Еще действовал трудовой кодекс Принятый в СССР в 70-е годы Который давал достаточно много прав Трудящимся Так вот, эти самые реакционные силы Решили избавиться от трудового кодекса Был опубликован Такой анонимный проект Ну и началась Как бы сначала Идеологическая борьба И практическая Ну, понятное дело Что мы не могли пройти мимо Такого события С одной стороны Во-вторых, просто критиковать Это проигрышная позиция заранее Поэтому Нашими товарищами А именно Константин Васильевич Федотов Тогда он был начальником Правового консалтингового отдела Профсоюза Правкома докеров ЗАО Первый контейнерный терминал И доктором философских наук Профессором Поповым Михаилом Васильевичем Был разработан проект Трудового кодекса Который вошел в историю Как проект Ну, скажем Фонда Рабочая Академия Или проект Профсоюзный И этот проект По всем параметрам Предполагал не только Не просто сохранение А даже улучшение Прав трудящихся И за этот проект Выступили Многие прогрессивные профсоюзы А именно Профсоюз докеров Российский Профсоюз авиадиспетчеров Профсоюз локомотивных бригад Железнодорожников Соцпроф И вот Как бы Началась борьба В Думу Внесено несколько проектов Я опускаю Как бы Перепитие борьбы Вот По итогам голосования Наш проект Получил 189 голосов Думцы Причем За Проголосовала фракция КПРФ Даже один представитель Сейчас это Единой России Назовем так Ну понятное дело Мы понимаем Что общественное Бытие определяет Общественное сознание Победил Проект Который шел под названием Проект Слизки Был принят Новый трудовой кодекс Российской Федерации Который значительно Ухудшал Возможности И положение Трудящихся Понятное дело Мы же не могли На этом остановиться И борьба Продолжилась Продолжилась она В виде уже Того Что На основе Вот этого проекта Трудового кодекса Прогрессивной Профсоюзной Продолжилась работа А именно На базе Профсоюза Авиадиспетчеров И тогда По просьбе Председателя Профсоюза Авиадиспетчеров России Сергея Анатольевича Ковалева Доктор Экономических наук Профессор Золотов Александр Владимирович Разработал Проект программы Коллективных Действий Профсоюза Который Был принят На втором съезде Федерации Профсоюзов России В 2008 году Вот такие дела Но дальше Уже пошла Работа Вглубь Основные Положения Программы Коллективных Действий Профсоюзов Вошли Программу Рабочей Партии России На одном Беседов Программа Партии Были внесены Изменения Так что По сути дела Были созданы Необходимые Условия Теоретические Идеологические Для того Чтобы Обеспечить Единство В борьбе Всех Трудящих Поэтому Мы в рамках Вот этой Общей Конвей Работы Проводим Сегодня Конференцию В конференции У нас Заявлено 20 Выступающих Вы знаете Конференция У нас И в очном Формате И в заочном Формате То есть Товарищи Представляют Тезисы По итогам Конференции И те Кто выступит Сегодня Это будет Около Половины Заявленных Мы Выпустим Сборник Выступлений Тезисов Я полагаю Что программу Коллективных Действий Вот она Там Расположена Размещена На наших Сайтах Мы Как Приложение Дарили То есть Такие дела Поэтому Позвольте Приступить К работе Да Напоминаю Выступление У нас В порядка Десяти минут По окончании Работы Будет Круглый Стол Беседа Чайный Стол И так Представляем Слово Сначала Представитель Прекрасной Половины Это Как полагается Всегда Вперед Выдвигаем Десяти Борьбы Так Получим Поэтому Слово Для выступления Представляется Ксении Федоровне Алешиной Кандидату Геолога Минерологических Наук Пожалуйста Тем Выступление Рабочий Контроль 1930 Год Подготовится Волкова Катерина Сергеевна Добрый день Товарищи Сегодня Так получилось Что Мой доклад Который Об опыте Который Был в нашей Стране И Казалось бы С Современности Если смотреть В ту сторону То довольно Много Много Времени Прошло С тех Пор Тем Не Менее Чтобы Двигаться Вперед Нужно Оглянуться Назад Я Предлагаю Это Сделать Рабочий Контроль Рабочий Контроль В нашей Стране Это Интересное Явление Которое Имело Место В конце 1920 В начале 1930 Годов И Этот Опыт Дал Очень Интересные Плоды Тогда Была Очень Напряженная Военная Обстановка В мире И Сейчас Очень Напряженная Военная Обстановка В мире Поэтому Если Мы Хотим Сейчас Решать Какие То Проблемы Возможно Было Было Изучить Опыт Который В нашей Стране И Посмотреть Можно Ли Его Как-то Применить К Современности Итак Рабочий Контроль В те Годы Был Связан С Такими Понятиями Как Социалистическое Совместительство И Рабочее Шефство Соц Совместительство Это Когда Рабочий От Станка Не Переставая Быть Рабочим В свое Свободное Время Принимает Собственно На необходимость Такой Работы Указывал Владимир Ильич Ленин Он писал Что На базе Сокращения Рабочего Дня До 6 Часов Необходимо Чтобы Рабочие Уделяли Без Особого Вознаграждения Вознаграждения 2 часа В день Для Участия В государственной Работе Для изучения Теории Перемесла И производства Техники Государственного Управления И Военного Искусства Ну И Это Не осталось Просто словами Действительно 16 съезд В партии Постановил Что Все должны Всемирную Помощь Оказывать Социалистическим Совместителям Помогать Им Налаживать Работу И Также Существовало Такое Понятие Как Рабочее Шефство Когда Рабочее Определенного Предприятия Брали Шефство Над Каким-нибудь Госучреждением Легко ли было Работать Ну конечно же Было Работать Ужасно Сложно Вот Существует Сейчас На сайте Выложено На сайте Библиотеки Фонда Рабочей Академии Материалы Пленума Центрального Комитета Работников Госучреждения И Там Например Ну Очень интересно Советую Всем почитать И Там Было Например Выступление Рабочего Карпова На этом Пленуме Были Рабочие Они Делились Собственным Опытом Участия В государственном управлении Как это все Происходило С какими Трудностями Они столкнулись Делились Опытом В общем Обменивались Рабочий Карпов К сожалению Им Не смогу Вам назвать Не было Приведено В брошюре Это Рабочий Завода Имени Сталина Впоследствии Завод имени Сталина Стал Зилом На Зиле Работал Такой Рабочий Наладчик Станков Специалист По электронике Василий Иванович Шишкарев Который Сейчас Рабочей Партии России Передает Опыт Молодым Поколениям И продолжает Очень активно Борьбу Ну Сейчас Зила Нету Василий Иванович Есть Зила Нету А тогда Зил Был Завод Имени Сталина И вот От Этого Завода На Соц Совместительство Пришел В наркомат Тяжелой Промышленности Рабочий Карп Что он Рассказывает Он Рассказывает Что его Начальник управления Сразу Отфутболил К Специалисту А специалист Выдал ему Какую-то пыльную Папку Отчетности И убежал Вероятно Не знаю Не могу судить Точно Но наверное Эти люди Не были Коммунистами Потому что Коммунистическая Партия На тот момент Постановила Оказывать Всемирную поддержку А они Получается Нарушали Постановление Партии Ну Карпов Растерялся На него Посматривали Мол Че этот сейчас Гегемон Начнет управлять А он Просто посмотрел На эту папку А понятно Что если ты не знаешь Как тут все устроено То тебе Эти цифры Ничего не скажут Он повертел Их в руках Поперекладывал С места на место Начал Растерянно За корючки Писать Какие-то домики Ну на него Смотрят Неловко Человеку Вот Но посидел Собрался С мыслями Нашел На заводе Парт-ячейку Нашел Секретаря И уже Начал Вникать Как тут все Устроено В процессе Изучения Ему в руки Попала Папка С его же Собственного Завода И он Увидел К удивлению Что на участке У него Была Установлена Колонка Компрессора Которая На самом деле Установлена Не было Он точно Об этом знал Он говорит А давайте Выездную Комиссию Сделаем Они Поехали туда Ну и Оказалось Что Отчетность Поддельная Вот И Впоследствии Карпов Инициировал Другие Такие Выезды На Другие Заводы И с комиссиями В общем Выявляли Где Отчетность Правильная Где неправильная Это конечно же Помогало Устранять Предотвращать Следующие Нарушения И Приказом Григория Константиновича Арджиникидса Через некоторое время Карпов стал Главой Была создана Топливная комиссия По всему Наркомату Тяжелой промышленности И Карпов Стал ее Главой Ну вот Рабочая Отстанка Когда я готовилась К этому докладу Я изучила Решила посмотреть А что же Про это пишут В интернете И конечно же Одна из первых Статей Несла Название Соцвместительство Советский Театр Абсурда И вот Угадайте Какую часть Рассказа Товарища Карпова В этой статье Привели Ну конечно же То где он рисовал Домики И где Его Отфутболивали То есть Как будто бы Ничего другого Не существовало Как будто бы Он не приносил пользу Работая в комиссии Ну Мне показался Этот факт Во-первых Забавным А во-вторых Это же люди делают Не из-за какого-то Своего коварства Или злодейства Они это делают По экономическим причинам Экономическое положение Вот таких вот Буржуазных исследователей Оно их Толкает На защиту Частной собственности Они Прекрасно Чувствуют Откуда Исходит Серьезнейшая Угроза Существованию Частной собственности Потому что На самом деле Соцовместительство И рабочий контроль Они же Затрагивают Самые основы Социализма Почему? Сейчас попытаюсь Раскрыть Социализм Есть уничтожение Класса И Подразумевает Уничтожение Частной собственности Что делает Частная собственность В эпоху Когда Капиталистическое Производство Уже развито Оно Общественное Производство Направляет В частных Интересах Получается Везде Где существует Общественная Собственность Везде Существует Угроза Что ее Начнут Направлять В частных Интересах Потому что И при социализме Сохранится Конечно Противоречие Каждого Человека Между его Общественными Интересами Чтобы общество Развивалось Чтобы производство Развивалось И с одной стороны С другой стороны Его частными Интересами Взять от общества Побольше И получше И дать ему Поменьше И похуже И поскольку Это противоречие Сохраняется То фронт борьбы За социализм Проходит вообще Везде Где существует Общественная собственность Она есть везде При социализме Что это значит Это значит Что для того Чтобы побеждать В борьбе За социализм На рассеянном фронте Работа Должна быть Массовая И если есть Россеянный фронт Значит Должна быть И армия Армия Которая Едино Организована И тут мы видим Что Ну Никакого там Единичного вождя Никакой там Крупной фигуры Недостаточно Для того Чтобы справиться С этой задачей Это нужна армия А если нужна армия Уже при социализме Это значит Что формироваться Она должна Уже при капитализме Ну Тут меня поправит Георг Фридрих Гегель Его портрет Висит в соседней комнате Если должна Значит не формируется Да И я тут соглашусь Я тут соглашусь С замечанием Нашего учителя Потому что На самом деле Формируется На самом деле Формируется На самом деле Есть рабочие Которые Осознали Вот эту Свою Личную Персональную Ответственность Каждого За развитие Производства В стране И за сохранение Страны в целом Они это осознали Они это знание Передают у себя В рабочих коллективах Они у себя На предприятиях Организуют борьбу Как раз Установление Рабочего контроля По сути И это место Российский комитет рабочих Рабочие Дважды в год Берут отпуск Свои семьи Предупреждают Что все Я поехал И едут в Нижний Новгород Для того Чтобы Обмениваться опытом Для того Чтобы обсуждать Проблемы Которые Стоят перед Рабочим движением И Это действительно Очень живые Обсуждения Прорабатывается Повестка серьезно Вырабатываются Решения И рабочие Руководствуются Этой повесткой Они выполняют Те пункты Которые сами Себе Назначают К выполнению Я думаю Что Каждый Кто Симпатизирует Социализму Не должен Просто Симпатизировать А должен Направлять Свою деятельность На то Чтобы помогать Этой армии Формироваться Я думаю На этом Можно закончить Мой доклад Спасибо Спасибо за внимание Слово Предоставляется Волковой Петерине Сергеевне Подаватель Политической Экономии Тема выступления Применение Ленинского Опыта Пропаганды В современных Условиях Приготовиться Товарищу Ковшин Здравствуйте Еще раз Уважаемые Товарищи Действительно Очень хорошо Получилось Что я выступаю После Ксении Поскольку Она сказала Что сейчас Формируются Там и рабочие Коллективы Формируется Та самая Армия Пропагандистов Агитаторов Людей Которые могут Осуществлять Народный контроль На предприятиях И сегодня Мне хотелось бы Поговорить О такой стороне Текущего момента Как пропаганда И именно Об опыте Ленинской пропаганды В сегодняшних условиях Ведь понятно Что сегодня Классовое осознание В основном Спит И в принципе Это рабочее движение Не настолько активно Как некоторым Хотелось бы И поэтому Возникает вопрос Как быть В этих условиях То есть С одной стороны Мы можем Сказать Что вот есть Какие-то неудобства В объективной реальности И под эти неудобства Подстраивать теорию То есть Проводить ревизию Этой теории С другой стороны Мы можем Сказать Что теория Оказывается Верной Но для этого Нам нужно Ну как-то Менять сознание Менять сознание Общество Вся по форме Есть очень много Похожих моментов Например Это та же Массовость Тоже использование Совершенно разных ресурсов Это и интернет И радио И телевидение И газеты Все это Используется И там И там И в принципе Во всех направлениях Но есть и коренные Отличия Несмотря на похожую форму Содержание оказывается Противоположным Именно содержательная сторона Ленинской пропаганды Ну и в принципе Коммунистической пропаганды Играет самую важную роль Ведь В отличие от Буржуазных манипуляций Которые Ну Не договаривают Имеют цель Затемнить какие-то моменты Обмануть Обвести вокруг пальцев Здесь наоборот Самое большое влияние И Ленин уделял И в принципе Коммунисты уделяют Тому Чтобы быть максимально Аргументированными Правдивыми Честными И объективными То есть Правдивость Оказывается Самой первой И самой главной Ключевой Стороной Вот этой пропаганды Когда мы начинаем Замалчивать Какие-то моменты Из этого получается Ну Во-первых Самообман Во-вторых Обман общества Во-вторых Уход именно С политической арены И с политического пути По которому мы должны идти С другой стороны Помимо Вот этой Содержательности Правдивости Аргументированности И логичности Есть еще метод Диалектический метод Предполагает Рассмотрение Вопроса И явления Со стороны Прогрессивной Со стороны Реакционной То есть Если мы видим Явления Какие-то плюсы Не стоит Замалчивать Его минусы И как говорил Ленин О том Что Он всемирно Приветствовал Критику И самокритику Но Показывал Что нельзя Только ей И ограничиваться Если есть Какие-то Положительные Явления То их тоже Нужно Освещать То есть Показывая И одну И вторую Сторону Только в этом Случае Можно Дать Цельный Анализ И доказательность Помимо этого Очень важным Моментом В ленинской Пропаганде Было Предложение То есть Показывается Явление Со всех сторон Потом проводится Анализ Этого Явления И после этого Даются Предложения И аргументация Как поступать Дальше Что отличает Именно Буржуазную Пропаганду Которая Может поставить Вопрос Но ответов Не даст И В этом Смысле Вот это Слияние Формы Которая Так же Как и Буржуазная Пропаганда Очень Эмоционально Очень Конкретно Очень Массово Очень Всесторонне Содержание Которое Аргументированно И логично И метода Который Предполагает Именно Идеалектический Материализм И всестороннее Рассмотрение Явления В развитии Вот это И отличает Ленинскую Коммунистическую Пропаганду От буржуазной И очень Важное Значение Владимир Ильич Уделял Именно Подготовке Пропагандистов И в этом Ставливая Красных Корреспондентов И Научая Думать Логично Потому что Чем больше Ты сталкиваешься С разными Мнениями С разными Кружками Которые Есть В интернете По всей Стране И в разных Странах Ты видишь Как много Дают Вот эти Знания И системное Изучение Вопроса Поэтому Наверное В заключении Нужно Сказать Что Коммунистическая Пропаганда Основывается На Правде На истине На всестороннем Рассмотрении И не замалчивании Проблем И Только так Можно достучаться До умов Потому что Именно через сознание Она и проходит А революция Не может совершиться Путем Манипуляции Обмана И прочего Она происходит Только тогда Когда огромная Многомиллионная Масса народа Понимает Что жить по-другому Просто нельзя Надо что-то Менять Спасибо Спасибо Слово предоставляется Борис Николаевичу Гавшину Кандидату Экономических Наук Исполнительному Директору Фонда Рабочей Академии Тема Выступления Программа Действий Профсоюзов И задачи Рабочего Класса По возрождению И развитию Промышленного Производства Здравствуйте Товарищи Мы сегодня Рассматриваем Очень важный Вопрос И Если Рассматривать Как Действуют Профсоюзы И рабочий Класс То Они Действуют В интересах Общественных Интересах И Несут Характер В интересах Рабочего Класса Различные Буржуазные Формирования Конечно Действуют В интересах Противоположного Класса То есть Буржуазии И Капиталисты Конечно Очень много Сделали Таких Организаций Чтобы поддерживать Именно Господствующий Класс Буржуазию Если Взять Направление Как Страна Должна Развиваться Ну Есть два Пути Первый Путь Или мы Развиваем Свою Промышленность Развиваем Свою Экономику И Подчеркиваем Что наша Страна Великая Или же Мы Делаем Так Чтобы Что Производит На западе Инвестиции В промышленность Инвестиции В наукоемкое Производство А это Всегда Ограничено Это Всегда Недостаточно И это Всегда Несет Характер Что мы В роли Всегда Будем Догоняющих И Догоняющих Всегда Запад Который Уже Выпускает Эту Продукцию Но Вот Национальная Буржуазия Вместе С Профсоюзами Рабочим Классом Выступает За Развитие Национальных Интересов И Своей Промышленности Независимо От Зарубежных Стран Камбрадорская Буржуазия Выступает За Противоположный Курс За То Что Уже Выпускают На западе Это Привлекают Инвестиции И Между Этими Направлениями Идет Борьба И Вот Борьба Непростая У нас Вот Только В нашем Городе Было Наука Емкое Производство Недавно Вот Буквально Недавно Проводили Последний Путь Последнего Грана Начальника Владимира Яковича Ходриева Который Не только Развивал Город Транспорт Дороги Строил Но Было Наукоемкое Наукоемкое Производство И Это Являлось Флагманом И Мы Были Второй Экономикой А По Многим Вопросам Были Первой Экономикой В мире А Перестроечные Времена И Когда Уже Случилась Контрреволюция То Уничтожили Десятки Тысяч Предприятий Вот Зюганов Называет Нашей Стране Уничтожено 80 тысяч Предприятий Промышленных Никто Эту Цифру Не Опровергает И Не Отстаивает То есть Провели В свое В свое В свое Время К 30 Годам Построили Социалистическую Экономику Построили Сделали Индустриализацию Построили Десятки И сотни Тысяч Заводов А Уже Перестрочные Контрреволюционные Времена В 90 Годы Провели Уже Деиндустриализацию Заодно Декультуризация Разрушение Все Что Было Связано И Сейчас Когда Идет Специальная Военная Операция Конечно Страна Ощущает Что У нас Многие Предприятия И В Санкт-Петербурге И Кировские Заводы Ломой И Другие Предприятия Но Они Остались Какие-то Может быть Действующие Цеха Из Которых Конечно Гениальное Решение Было Президента Уже Хотя бы Из отдельных Цехов Сделать Госкорпорации Госкорпорация Которая Является И на военно Промышленном Комплексе И Судостроение И авиастроение Если бы Этого Не было Сделано Я думаю И эти Последние Цеха Были бы На этих Предприятиях Разрушены И Конечно Рабочему Классу Профсоюзов Надо Отстаивать В первую Часть Свою Промышленность Независимую От зарубежных Стран Что и делалось При социалистической Экономике Товарищ Сталин Проводил Что в связи С окружением Капиталистического Гражданского Окружения В идеологическом Плане Надо Строить Экономику Независимо От зарубежных Поставок И независимо От зарубежных Поставок Хотя опыт Конечно Черпали И Вот у нас Очень хорошо Сейчас У нас Из Москвы Вспоминали Василия Ивановича Шишкарева Я работая В Московском Государственном Техническом Университете И должность Была по возрождению И развитию Отечественной Автопрома И под руководством Президента Фонда Рабочей Академии Михаила Васильевича Попова Здесь была Аналогичная Должность Фонда Рабочей Академии И боролись За возрождение И развитие Отечественной Автопрома Так вот Когда По поручению Я уже был На митинге Того же Зила И Пришло Несколько Десятков Рабочих Около Сотни Но почти Столько же Правоохранительные Органы Как будто Вот Эти заводчане Что-то Несут Разрушительное Для страны Хотя Выступали Все За сохранение Завода Зил Который Выпускал Не только Гражданскую Продукцию Но и военную Продукцию Она очень Нам сейчас Была нужна В специальной Военной операции Там и Бронемашины Там и Машины Которые могли Плавать Да и Гражданская Продукция Военная Когда Идут Действия Конечно И эти машины Подводят Нет Уничтожили Также Был На митинге За сохранение Отечественной Промышленности Шариков Подшипник В Москве Метро Дубровка И вот То же самое Мать Родины Напротив Завод Полукруг Завод Который Отстаивал В годы Войны Там Фамилии Указаны Которые Ушли На Войну И не вернулись В Велико Отечественную Но мы Выиграли Победили Никакой Войны Не было А разрушили Провели Ту же Индустриализацию И разрушили Шариков Подшипник Приезжаю В Тихвин Ну как Вы делаете Тележки Для Железной Дороги Да нет Мы Сейчас Не можем Шариков Подшипников Не хватает Вот Там Где Должны Были Делать Пояс Сокол Который Был Уничтожен И вот Мы Проезжали Здесь В Ульянов Кусавли Нахали В металлострой Поверженный Стоял Сокол И В интересах Зарубежных Так называемых Партнеров Закупили У Сименса Те же Сапсаны Вот Хорошо Последние Два Сапсана Оплатили И успели Получить А Аллегра Вот Угнали Финляндию РЖД Выставляет Сейчас Претензии Что Они до 41 Года Должны Аллегра Ходить Между Санкт-Петербургом И Хельсинки Все Не отдают Идите Куда Вот у нас Некоторые Любят Обращаться В европейские Суды Ну что Европейский Суд Скажет Конечно в интересах Запада И Какие примеры Хорошие Были Вот Фонд Рабочая Академия Вместе С Рабочей Партией России Показала Как нужно Бороться Так например Докеры Наши Порта Федотов Мы выпускали Даже газеты Поддержку Мелкими Писали Не за рабочее Дело А крупными Докер Газета И Докеры Все получали Газеты Шли на Забастовки И отстояли И отстояли У того же Лисина У которого Было 18-80 Сейчас по-моему Называют Более 30 Миллиардов Долларов Отстояли И Терес И тут помогли Профсоюзы Дербин такой Владимир Георгиевич Прекрасный Дворец На площади труда Вы знаете Принял И Михаил Васильевич Попов Там был И отстояли Интересы Докеров Интересы Рабочих Ну вот Это вклад Фонда Рабочей Академии Фонд Рабочей Академии И газета Народная Правда Опубликовала Статью Ковалева Председателя Профсоюзов Авиадиспетчеров России На первой Полосе Написано Без забастовки Нам не обойтись И отстояли Авиадиспетчеров И у нас Их не сократили И авиасообщение По этой линии Была Сохранена И даже Улучшена Вот Это действие Которое При Научном Сообществе И рабочего Движения Могли Остаять И профсоюзы Какие Отраслевые А вот Если взять В целом Федерацию Независимых Профсоюзов России Вот активной Борьбы Ну не видно Чем они там Заняты Не Выработали Ни одного Проекта Программы Социально-экономического Развития Страны Не предложили Как Должна Развиваться Страна Не были В авангарде Чтобы не уничтожать Заводы И конечно Мы ощущаем Что они там делают Конечно Большое достояние У них Санаториев По всей России Много Пансионатов Не знаю Может быть Делят эти Пансионаты Заняты этим Но активной Борьбы За развитие Нашей Промышленности Крупной Промышленности Наукоемкого Производства Такой Борьбы Нет А вот Рабочие Мы часто Я вспоминал Балтийский Завод Вот он был Молодец Когда уже Многие Были Против Чтобы размещался Там завод Хотели Чтобы там Жилые дома Торгово-развлекательные Комплексы Были Метро Которое сейчас Строится рядом С Балтийским Заводом Но отстояли Свой завод И выпускают Сейчас Ленин Немодно В буржуазное Время Но делают И атомные Ледоколы С разными Названиями В том числе Повторяя Которые в советское Время Сделаны И Госзаказ По военно Промышленному Комплексу И это Входит Госкорпорацию И по Государственному Заданию Выполняют И развивают Завод Если бы рабочие Не выступили То Не было бы Этого завода Кто бы Раздел Ледовитый Оген Вот Это положительные Примеры Но Это у нас Можно сказать В стране Очень редкие Примеры Вот такой Где Одержали Победу А так Многие Предприятия Закрывались Профсоюзы Российского Уровня В том числе ФНПР Особо Не отставили А другие Отраслевые Ну вот Активности Такой не получали В результате Нам бы Нам не помешало Сейчас и военные Операции Плюс и общество Так разделено Кто-то Воюет А кто-то Кайфует И Конечно Это тоже Идет борьба Вот Конечно Хотелось бы Чтобы эта страна Была Монолитна И Господствующий Класс И в первую очередь Буржуазия Участвовали Активно В военных Операциях Развивали Развивали Производство Своё И Конечно Оказывали Помощь В развитии Страны Профсоюзы И конечно Активнее Должны Выступать Рабочий Класс В интересах Развития Страны И в интересах Нашего Общества Должны Конечно Профсоюзы Отстаивать И Допустим 130 Статья Трудового Кодекса Над трудовым Кодексом Работал Фонд Рабочей Академии Много Над трудовым Кодексом Были Вот и Слизкие Варианты Других И Многое Вошло В трудовой Кодекс В основной Закон Трудящихся И Это Большое Было Достижение Фонда Рабочей Академии И Конечно Та же 130 Статья О Реальном Повышении Трудящимся Зарплаты Выступал На этот Предмет Вот в прошлом Году Николай Павлович Французов Очень хороший Был доклад И конечно Надо Отстаивать Интересы Конечно Не только Рабочие Должны Оставить Но и В то же Время Это Профсоюзы Конечно Вот у нас Большой Лозунг Пролетарий Всех Стран Соединяйтесь Но говорят Если интеграл Не берется В целом Надо брать По частям Но давайте Часть Возьмем Не во всем Мире А вот У нас Есть Единое Государство Россия Белоруссия И Россия Белоруссия Вот тут Можно объединиться И профсоюзом И рабочему Движению В единое Целое Чтобы Одерживать Уже Объединенный Более Сильные Победы Везде Идет Борьба И рабочему Классу И профсоюзам Надо бороться За свои Интересы Спасибо За внимание Приглашаю Для доклада Преподавателя Красного Университета Кандидата Экономических Наук Виктора Ивановича Галко С докладом Противоречия Роста Производительности Труда В современной России Приготовиться Для доклада Александру Сергеевичу Казенову Пожалуйста Выражает Научно-технический Прогресс Который Идет С того Момента Когда Появилось Человечество И смысл Заключается В том У кого Выше Производительность Труда Берем Отдельного Капиталиста Либо Какую-то Страну Тут И выигрыш По-простому Говоря Вот он Впереди Обгоняет Других Это Вот Одна Сторона Но В условиях Капитализма В котором Мы Сейчас Находимся Производительность Труда И ее Результаты И ее Плоды Они Как бы Идут Противоречиво Поскольку Само Буржуазное Общество Оно Основано На Антагонистическом То есть Непримиримом Противоречии Между Классом Буржуазии И Рабочим Классом И это Создает Свою Специфику Особенности Ростопроизводительности Труда И как Кому Достаются Его результаты Но Это Только Одна Сторона Вот Сейчас Сегодня Есть Специфика Текущего Момента То есть В условиях Проведения Специальной Военной Операции Давайте Вспомним Историю Относительно Недалекую Великая Отечественная Война Почему Советский Союз Победил Фашистскую Германию Важнейший Основной Фактор И когда Да потому Что экономически Была достигнута Победа И эта Победа Была достигнута Вот этот Фундамент Победы На фронте Был обеспечен Уже В 43 Году Ну Вспомним Вроде Вроде Идет Специальная Военная Операция Здесь Россия А здесь Украина Но мы же понимаем Что за Украиной Это стоят Огромный Блок Стран Главная Империалистическая Держава Соединенные Штаты Америки Страны НАТО И примкнув Средни Вот Откройте Показатели Экономика России И этой группы Стран На вскидку Говорю Соотношение Какое Будет Один К десяти Не в нашу Путь Что это Означает Это значит Если у нас Потенциально Один снаряд Можно произвести А там Сколько Десять У нас Один самолет Там Десять У нас Одну ракету Там Десять Ну И о какой Победе Можно говорить Специальной Военной Операции При таком Соотношении Потенциально Поэтому Вопрос Повышения Производительности Труда Он Приобрел Особую Астратуру А ситуация Дясна Ну Печальная Поэтому По Данным Которые Скажем Из научной Литературы Статистическим Данным Соотношение Производительности Труда Российской Экономики К американской Один К пяти Не в нашу Пользу Вот Я сегодня С утра Посмотрел Статистику Росстата Федерального Суду Государственной Статистики Значит Рост Производительности Труда В Российской Федерации За Десять лет С 2012 С 2012 Года За 12 За 12 Лет Выросло На 15 Процент Совокупности Это в среднем В среднем Ну вот здесь 3 процента 2 В год И 3 года падения 22 год Когда началась СВО У нас падение Производительности Труда 97 То есть Она не выросла Но упала Причем В обрабатывающем Производстве 97 Ровно процентов Ну о каком Росте и победе Экономически Можно говорить Вот такой Разрыв был Предположим Вот мы Россия здесь Здесь Соединенные Штаты Америки Но чтобы догонять Мы какие должны Иметь темпы Роста Производительности Труда Выше Чем там Они еще Ниже падают То есть Разрыв пока Увеличивается Вот такая Печальная Картина В чем Не справляется Первая проблема Она простая Росьба Она лежит На поверхности Мы эти На протяжении Как минимум 30 лет Об этом говорили Ведь Рост производительности Труда По простому В чем выражается Двух моментов Первое Это капиталист Должен Вместо старых станков Менее производительных Поставить новые Более производительные Более лучше Нести более Передовую Организацию Труда И что у нас Происходит С этим У нас Станки Не то что Растет Производство И внедрение У нас Даже нет Простого Восстановления Тех станков Которые были Поставлены 10, 20, 30 Лет назад Еще показатель Который характеризует Это состояние Есть такое Экономическое показатель Называется Коэффициент Обновления Техники Он характеризует Отношение Техники Которая Вновь ставится Отношение К общему Саночному Парку Саночный парк Парк обороны Сколько понадобится 25 лет 25 лет А вообще Нормальное состояние Чтобы Страна развивалась 10 лет То есть Ситуация И Да И 20 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 В чем причина Очень Понятно Вот капиталисты Цель у них Какая Получение Прибыли И Помните Маркс В капитале Привел Высказывание Одного Из Общественников Профсоюзных Деятелей Того Времени Скажем Если Норма Прибыли На 300 Процентов Капитал Пойдет На любые Преступления Даже Под Страхом Висерицы Вот Сейчас Что Происходит Скажем Буржуазное Государство Устанавливает Норм Амортизации Это Вот Такой Большой Грасс Бух Все Расписано По Каким Видам Станков Станков Столько Процентов Столько И так далее И что Происходит В действительности Все эти Нормы Амортизации Соблюдаются Я даже Не сомневаюсь Целым Это означает Что Бухгалтер На капиталистическом Предприятии Каждый Месяц Для расплат Квартал Заносит Необходимые Цифры Это Денежное Выражение Сколько Нужно Заложить Денег Для того Чтобы Создавать Этот Амортизационный Фонд Для будущего Возмещения Потребленных Средств Производства Эти Цифры Попадают В издержки Производства Издержки Производства Цену Продукции Продукция Реализуется И капиталист Получает Все необходимые Денежные Средства Где заложены Деньги На Восстановление Потребленных Средств Производства А вот дальше Куда исчезают Эти деньги Ну понятно Я не буду повторяться Это мы уже писали Доказывали И в том числе Буржуазные Прогрессивные Экономисты Все эти деньги Уходят туда Вовшую И цифры Совпадают Того что ушло И того что Сейчас здесь Должно Использоваться На восстановление Основных фондов Но не используется Вот Оппозиция Буржуазного Государства Российского А никаких Никакой ответственности За то что Ты денежки Предназначенные Для восстановления Станков Здесь В России Вы его туда Не предусмотрен Вот это Одна странная Медаль Вторая Ну хорошо Вот какой-то Капиталист Поставил Новые Станки Вот что-то Уже такое Случилось Более Производительные Более Современные А кто на них Будет работать У них должны быть Рабочие Не просто рабочие А рабочие Которые Соответственно Обучены Грамотные И так далее И здесь Даже сейчас Пока не ставлю Не затрагиваю Вопрос Того что Скажем Можно повышать Квалификацию И прочее Они должны быть А этих рабочих Нет Если Три десятка лет У нас систематически Уничтожалось Профессиональное Образование И рабочих Нету Но дикие Примеры Были В прессе Писали Когда Пошли Военные Заказы На Одно из Судостовитых Предприятий Ленинграда Санкт-Петербурга Не оказалось Сварщиков Ходили По квартирам Уговаривали Пенсионеров Верните Пожалуйста На завод Будете Славить Корпуса Корабли Ну и все Мы конечно Знаем Это касается Не только Профессиональное Образование Среднего И высшего Практически Любой Вуз Не важно Какой Направности Предположим Педагогический Кинематографический Ветеринарный Он что имел Экономический Факультет Он готовил Экономистов Финансистов И Юристов О Совершенно Именно Плошняком Это все было Но сейчас Должно сказать Мы Диалектиру Знаем Я пока Выпитил Негативную Сторон Но есть Противоположная Тенденция Она всегда Есть Но Почувствовали В том числе Прежде всего Власть Что-то Наплодили Этих Экономистов Юристов А сейчас Что нужно Рабочие Которые Производили Орудия Снаряды Самолеты И пошел Небольшой Поворот В позитивном Направлении Обратно Ну Маленький Пример То есть Появились Новые Специальности И в вузах Инженерные И в тех В колледжах Где готовят Рабочие Набор Больше Совсем Маленький Пример В нашем Городе Был такой Колледж Который Имел название Банковский Успешно Функционировал Хороший Кого он готовил По названию Можно понять Нет этого колледжа Зато появился Колледж Автоматизации Производства На самом деле Это тот же колледж Но я надеюсь Что они не только Название поменяли Они и содержание Поменяли То есть Теперь там готовят Рабочих Которые должны работать На спинках На общественном Программным управлением И так далее Второе Ну хорошо Вот сейчас Набрали специалистов Ну набрали Прием Сколько нужно готовить Рабочих Два-три года Как минимум И потом еще На заводе Обучать Я уже не говорю О высшем образовании А снаряды Как нужны Вчера еще Кто делают капиталисты Понятное дело Увеличивают рабочий день Если была Одна смена Теперь Трештменный режим Работа И здесь Вот это Противоречие Антагонистично Между рабочим Классом капитала Вот встает Это дело Смотрите Какая ситуация Даже если Капиталист Соблюдает Трудовой кодекс И выплачивает В двойном Тройном размере За переработки Он все равно Накладнее Остается Потому что Норма прибавочной Стоимости Мы знаем Семьсот процентов Это что означает Один час рабочий Работает на себя А семь часов На капиталисты Но выплатят В двойном размере Но будет Два часа на себя И сколько На капиталистов Получается Шесть Шесть Трём Триста процентов Норма прибавочной Стоимости Калоса Надо заканчивать Значит Что тогда Получается Получается К тому Что надо Вести ту борьбу Которая заложена В программе Действий Коллективных В программе Действий Профсоюзов Потому что Без профсоюзов Никуда Никуда не деться И без них И не советскую власть Не вставить Не решить Те проблемы Которые Лежат сейчас На поверхности Спасибо за внимание Так Слово Предоставляется Александру Сергеевичу Казёнову Доктору Философских Наук Профессору Красного Университета Тема Выступления Почему Именно Ленинизм Тезисы Для обоснования Ленинизма Как современного Маркетинга Подготовится Товарищу Кузьмину Да Почему Именно Ленинизм Кузьмин Кузьмин Сеще Чуть попозже Скажу Почему А начать хочу С тех актуальных проблем Которые Наши товарищи Уже Подняли Причем Хотел бы Сначала Еще отметить Что Хорошо Действительно Что Началась Наша конференция С выступлений Женщин Причем Женщин Симпатичных Толковых Энергичных Вот Это мне напомнило Старый тезис Что Всякое движение Оно Сильно Поддержкой Женщин Недаром На какой-то Французской Картине О революции Еще Девяносто Восемьдесят Девятого 1789 Года Значит По баррикаде Идет же Женщина С красной Да 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 И В Парижской Коммуне Уже Женщина Активная Часто Отчаствовали Было Несколько Женщин В том числе Две Из России Про 1905 год Совет Иванова Вознесенский Я писал Что там Женщины Участвовали Активно Про 1917 год Уж я не говорю Тут появились Выдающиеся Лидеры Министерской Партии Советского Государства Так что Это все Хорошо Но Мысль о том Что Классовое Сознание Спит Которая Прозвучала Здесь Я думаю Что Немножко Преувеличена Хотя Что Спад Рабочего Движения Да и Трудности Коммунистической Партии В том числе И нашей Организации С рабочими Они Сейчас Сказываются И это Не случайно Это Все Связано С той Исторической Исоциальной Ситуацией Которую Мы Перерываемся А именно Войну Которая Идет Значит Пока На территории Украины Но Граждане Несознательные Буржуи Фашистского Толка Украины Хотели бы Перенести Ее Конечно И в Россию Отчасти Чистить Своей Больфов Но Мы не Должны Забывать И Мудрые Высказания Гегеля И Владимира Ленина В работе Крах Второго Интернационала Что Война Имеет И некоторые Позитивные Стороны Гегель Говорит Что Война Оживляет Общественную Жизнь Оживляет Сознание Так же Как Ветры Оживляют Воду В крупных Водоемах Без Ветров Она Застаивается Меет И так далее А ветер Оживает Так и Война Она Оживляет Общественную Жизнь И мы Это Конечно Может быть Еще Недостаточно Видим Поэтому Пессимистические Настроения Эти Возникают Отчасти Может быть Она Еще Не Совсем Развита Ленин Говорит Что Чем Хороша Война Не Хороша Война А Что Она Имеет Вот Эти Позитивные Стороны Она Обнажает Все Те Противоречия Которые Всегда Есть В капиталистическом Обществе Подсподно Но При Обычной Ну и Действительно Значит Противоречия Жуткие Совершенно Возникли И вот Некоторые Из них Нам Товарищи Выступающие Мне кажется Очень Своевременно И глубоко Осветили И конечно Противоречия С экономическим Отношением С отношением В сфере Производительства Труда Оно Ну просто Вопию Начинают Значит Крупную Специальную Операцию Против Целой Довольно Сильной Крупной Страны Понятно Что При поддержке Запада Где Значит Соединенные Штаты Америки Имеют По разным Подсчетам От 16 До 18 Процентов ВВП А Россия Около 2 Процентов ВВП И выступать Конечно Значит Против Такого Государства И против Такой Силы С такими Значит Экономическими Показателями Основательных Несерьезно И я думаю Что вот Виктор Иванович Хорошо Сказал Что Войны Они выигрываются Экономиками Не маршалами И не генералами А экономиками Не битвами Отдельными А экономиками У кого экономика Сильнее И надо сказать Что Советское Правительство Начиная Там С 32 С 33 Года Поставило Сознательную Цель Догнать Значит Передовые Страны Иначе Нас Саму Говорит Стали И это Расстояние Мы пробежали Как он И говорил За 10 Лет К этой Войне Никакой Готовности Экономики Нету Есть только Жуткие Показатели Которые Мы Обнажали Которые Мы критиковали Показывали Что это Правительство Ни на что Не сосудно И никакой Надежды На него Нет На это Правительство Ни в чем Никакой Надежды Надежды На улучшения Какие-то Нету И не будет Это мы говорим Уже много лет И это все Оправдывается Грустно Но оно Оправдывается Ну и еще раз Напоминаю Что война Имеет И позитивные Стороны И все-таки Вот это Оживление Оно Есть и будет Значит Во-первых То Что не делает Наши правительства Делают все-таки Граждане И скажем Вот эта выставка Военная В Москве Показала Что появилось Несколько десятков Разного вида Дрог И они сделаны Не государством Не государственной Инициативой Они сделаны Сделаны Какой-то Частной силой Потому что государство Там ну один-два Бит Заказало А их Десятки Только Помогите Дайте Хотя бы Низкий процент Значит Финансирования На Кредиты Но даже этого Не делает Правительство Повышает Только Процентную Ставку Это идиотизм Это Враждебная Деятелька Но Тем не менее Значит Вот Такие люди Есть Которые Создают Вот эту Новую Технику Причем Разнообразную Для разных Сфер Для воздуха И для воды И для земли Для каких Угодно дел Только Не помогите А дайте Нормальные В финансе Нормальные Кредиты По нормальной Ставке Хотя бы Там по 4-5 Процентов А не по 20 А не по 18 Теперь Значит Я уверен И знаю Что На фронт Потянулись Не только Те Которые Там хотят Подзаработать Которые Хотят Выручить Свои кредиты Но и Те Кто Значит Действительно Понимает Общественную Опасность Понимает Значит Условия Войны Угрозы Войны Пошел Защищать Родину Может быть У них Не хватает Коммунистического Сознания Но гражданское Сознание Есть И я то думаю Что вот Главное Чего нам Нынче Не хватает Это гражданского Сознания Нет Гражданственности Оно на таком Низком уровне Которого По-моему Не было Очень давно Даже В 90-е годы Гражданское Сознание Оно было Волее сильно Развито Была Масса Всяких Организаций Партий Коммунистических Только партий Там было Штук 20 Наверное В 90-е годы Профсоюзных Организаций Было Несколько И они Всерьез Боролись И мы Им Помогали Причем Не только Своим Но и Каким-то Другим Профсоюзом Помогали Поэтому Значит Классовое Сознание Ну вот Есть Основания Для вывода Что Классовое Сознание Нынче Спит Но Я думаю Что Есть И основания Для того Что Сделать Вывод Что Классовое Сознание Пробуждается Вместе Оно Пробуждается Вместе С гражданством Как Вот Война Первая Мировая Она Пробудила Человека С ружьем Появился Гражданин С ружьем Так И нынче Значит Там Вот этот Человек С ружьем Он появляется И скажем Вот эта Пригожинская Авантюра Прошлого года Она Показывает Что Человек С ружьем Я не имею Одного Его Там же У него Была Поддержка Вот этот Человек С ружьем Он Тоже Недоволен Этим Положением Он тоже Понимает Эти кризисы Он тоже Хочет Как-то Пока Его Выносит На вот такие Неадекватные Действия Но И адекватный Народ Он тоже Растет И вот здесь Мы должны Ему помочь Вот этой Объективной Тенденции Развития Гражданского Сознания Если хотите Абсолютной Истины Значит Это та Ситуация Которой Мы Обязаны Действовать Это То течение Которым Мы должны Помочь И я думаю Что вот здесь Снова Нам Надо обратиться К Владимировичу Ленину И к ленизму Вообще Значит Мы Многие Считают себя Марксистами Марксистов Развелось У нас Значит Больше чем Нужно Я бы сказал Слава богу Среди них Среди них Есть те Кто Считают себя Марксистами Ленинсами Это Как бы Более узкая Но более глубокая Более сознательная Фракция И есть Небольшая Фракция Пока Относительно Небольшая Которая Понимает Что Вот это Вот теоретическое Движение Начатое Марсом И Эннебийсом Сегодня Особенно В России Это Собственно Ленинизм Ленинизм Еще Значит Иосиф Сиренович Ленинизм Это Марксизм 20 века Марксизм Эпохи Империалистических Войн И пролетарских Революций То есть Маркса И Энгельса Уже Нету А Марксизм Он жив В какой Форме В форме Ленинизма Почему И вот Эти вот Вещи Их надо Сознательно Значит Усвоить Чтобы В разговорах И спорах И дискуссиях Они будут Расти С повышением Гражданственности Которые Уже Растет Значит Это Помогает Нам Выделить Разделить Людей Выделить Сознательных И отделить Не сознательных А тем более Вражденных Элементов Которые Тоже Мы марксисты Мы за Маркса Мы за Это Только мы Вот Считаем Что тротский Значит Лучший Марксист Марксизм Это Почему он Почему Ленин Почему он Марксизм Потому что Он полностью Берет Произведения Маркса И Энгельса Без исключений То есть В той Форме В научной В форме Научного Социализма Которую Оставили Основополонники В той Форме Ленин И берет Если он Вносит Какие-то Изменения Скажем Теория Революции В одной Стране Он Объясняет С точки зрения Марксизма Почему Это Изменение Оно Возникло После того Как Капитализм Превратился В империализм То есть Ленин Не отходит От Маркса И Энгельса Не на йоту Объясняет Как и Маркс С Энгельсом Они В конце Жизни Там тоже Некоторые Говорят Что некоторые Пункты Надо бы Изменить В манифесте Но это Исторический Документ Поэтому мы Не меняем А вообще Вот этот Момент Нужно было Изменить И вот Именно В таком Направлении Так и Ленин Поступает Теперь Мало того Что Ленин Не отступал От Маркса Энгельса Он Выдвинул Обосновал Применил На практике Многие теории Теории Социалистической Революции Развернута Чья Ленина Теория Строительства Социалистической Коцарства Тем более Практика Ленин И многие Многие Вещи Вещи Ленин Внес В марксизм Поэтому Он Как бы Закономерный Соавтор Марксизма Поэтому Правильно Называли Марксизм Ленинс Да Но В 20 веке Ученые Развивали Марксизм И сегодня Ставят вопрос Новый Марксизм Нужен Новый Марксизм Это От ничего Делать Надо Что-то Говорит Вот Говорят На самом Деле Ленинизм Это И есть Применение Значит Марксизма То есть Ленин К сегодняшнему Дню То есть Те Наши Авторы Которые Поставили Решили Новые Вопросы В 20 веке Они Есть Ленинисты Ленинцы И понятно Что Поэтому Они являются Марксистами Скажем Если Марксист Говорит Что он Марксин Еще Непонятно Ленинец Ленин Скажем Ленинец Или Ленинец Значит Понятно Что он Марксист И особенное Силок Здесь Сталин По поводу Сталина Разделились Коммунистов КПСС Фактически Возникло Две партии И Те Кто был За Ленина Действительно Тот Был за Сталина И именно Поэтому Вопрос Раскололся Партии Мы поэтому Говорим Антистралинизм Самая острая Форма Антикоммунизма Антисомитизма Поэтому Дорогие Товарищи Мало Быть Марксизмом Нужно Быть Ленинцем Нужно Быть Ленинистом И вот Это Вот Этот Вот Этот Принцип Это Вам Ассилок Для Различия Кто Там За Новый Социализм Кто Там За Традиционный То есть Научный Социализм Никакого Другого Социализма Нет И быть Не Может Научный Социализм Может Разваться Только На своей Социальной Основной Спасибо Спасибо Слово Представляется Григорь Александр Кузьмин Душителю Второго Уделения Красного Университета Тема выступления Почему мы Опираемся На капитал Тарла Марса Приготовиться Товарищу Лазарева Добрый день Дорогие Товарищи Вот Передо мной Был Замечательный Доклад Александра Сергеевича Который Объяснил Нам всем Почему Современный Марксизм Это Ленинизм Но я Хочу Сказать Почему Мы Опираемся На капитал Маркса И почему Мы все Таким Марксисты В первую очередь Потому что Ленинизм Это Марксизм Без Марксизма Не было бы Ленинизма Так вот Составляющая Одна из Составляющих Темы Нашей Сегодняшней Конференции Это Опыт Рабочего Движения И Всем Известно Что Рабочее Движение Неразрывно Связано С марксизмом Социализмом А основной Главный Труд Марксизма Это Какой Манифест Это Капитал Фундаментальный Труд И Почему Как раз Я решил Рассмотреть Этот вопрос Почему На капитал Опираемся Потому что Я сам Нахожусь В процессе Его освоения Недавно Относительно Закончил Чтение Первого Тома И сейчас Нахожусь Где-то Ближе К середине Второго Вот Многие Наверное Не те Кто здесь Присутствуют А кто Может Будут Смотреть Могут Возразить Дескать Капитал Написан Когда 150 лет Назад Что там Уже осталось Из того Что было Тогда Уже Ничего Нет Уже Профессии Все Другие Уже Рабочие Не такие Забитые Как Раньше И Ну Это Вообще Справедливый Вопрос На который Надо Ответить Чтобы Человек Понимал Почему Он Должен Смотреть На Это Вообще Почему Он Должен Обратить На Это Внимание Да К тому же Нередким Является Аргумент Дескать Да смотрите Вот Взяли Ваш Капитал Всю Эту Теорию Применили Советский Союз Построили Так он Развалился Говорит Не работает Ваша Теория Популярное Мнение В интернете На которое Тоже Нужно Всегда Адекватно Отвечать Вот Чтобы Развить Эту Дискуссию Нужно Немного Отступить Назад И Посмотреть В целом Вообще На историю Человечества И Оказывается Так что Независимо От того 150 лет назад 1000 лет назад 100000 лет назад Человеческая Жизнь В целом Выглядела Так Мы что-то Производим И потребляем Для того Чтобы снова Производить И воспроизводить И получается Что Эпохи Человеческого Эпохи Человечества Делятся На Несколько Стадий Каждый Каждый Из которых В зависимости От того Как Производят Называются По-своему Допустим Первобытный Коммунизм Или Первобытное Общинное Общество Это Первая Стадия Человечества Была Там Люди В общинах Непосредственно Производили Непосредственно Потребляли Произведенный Продукт После Эпохи Наступила Эпоха Рабовладения Когда Продукт Производили Рабы Опотребляли Его И рабы И Сами И Хозяева После Этого Наступила Эпоха Феодализма Когда Продукт Производился Крестьянами И уже после этого наступила эпоха капитализма, в которой мы сейчас находимся. Когда продукт производится рабочими и поступает в распределение через рынок. И казалось бы, вроде бы всегда, и давным-давно мы знаем из истории, что и рынки были, и базары всякие, ярмарки и так далее. Вроде люди как обменивали товары на деньги, деньги на товары. Но на самом деле, если взглянуть чуть более пристально, оказывается, что потребление продуктов в основном было непосредственным. И только в эпоху капитализма, уже развитого товарного производства, оно стало преобладающим. И чем все-таки капитализм отличается от простого товарного производства? Тем, что товаром становится еще и рабочая сила. И оказывается, что большинство людей как раз кроме этого товара ничего и не имеют. И вот если теперь мы вернемся к первому вопросу, а что все-таки в капитале такого, что мы должны его и сегодня изучать? Оказывается, что сегодня-то ничего не поменялось с тех пор. Мы как потребляем товары, так и продолжаем их потреблять. Мы как продаем рабочую силу, так и продолжаем ее продавать, большинство из нас. И поэтому оказывается, что не так уж капитал и устарел. Я сказал об основе. Основа – это очень глубокое философское понятие, даже можно сказать философская категория. Что это значит философское? Это значит, что она наиболее общая. Значит, у всего есть основа. И основа, и то, что на ней основано, основанное. Это основанное, оно этой основой во многом определено. Чтобы более понятным быть, допустим, возьмем пример. Вот вы берете желудь. Если вы сажаете желудь, что из него вырастет? Береза из нее никогда не вырастет. Из него, если создались определенные условия, там, нужный климат, хорошая почва, вырастет дух. То же самое и с обществом. Если мы берем за основу товарное производство, тот самый желудь, то из него обязательно вырастет капитализм. И уже из первого тома капитала это становится понятно. Потому что за основу, за исходный пункт, Маркс в капитале берет товар. И дальше, рассматривая стороны товара, он выводит капитал и капиталистические законы. Один вот этот вывод, он стоит того, чтобы прочитать капитал. Потому что в свое время у нас в Советском Союзе появились так называемые товарники, которые пытались протащить товар в социалистическую экономику. Хотя всем понятно, что социалистическая экономика и капиталистическая – это противоположности. И поскольку из товарной основы вырастает капиталистическая, значит и товарная основа нам не подходит. Получается, что те, кто читал «Капитал», они могли заметить, что пытаются протащить реакционную теорию. Собственно, и появились такие люди, и вот это разделение на товарников и нетоварников произошло. Но в конце концов, поскольку экономику перевели на товарные рельсы, вот и получили, в принципе, за довольно небольшое по историческим меркам время капитализм. Вот. Давайте коротко пройдемся еще по тому, чем примечательен «Капитал» Маркса. Ну, во-первых, это колоссальная научная работа. И когда вы читаете «Капитал», вы не просто получаете какую-то теорию одну, вы получаете на самом деле такую выжимку из всех теорий, которые Маркс рассматривал, как своих современников, так и предшественников. И можете посмотреть на то, какие гениальные предшественники, какие гениальные взгляды они делали, несмотря на то, что еще не было каких-то вещей, которые они пытались предвидеть. И при этом можно еще увидеть, какие фатальные ошибки они делали в своих выводах. Вот. Во-вторых, «Капитал» он крайне последовательный и логичный изложен. Вы не найдете там места какого-нибудь, которое просто с потолка взялось, и началось его обсуждение. Как начинает Маркс с товара, как находит его стороны и свойства, так он берет эти свойства уже за исходный пункт следующей главы. Выводы этой главы он берет за исходный пункт следующий и так далее, и так далее, и так далее. То есть, диалектичное изложение, когда ничего не вводится, а только выводится. В-третьих, изложение «Капитал» оно материалистично. То есть, даже исходный самый пункт, товар и все остальное, оно берется из реальной жизни. Все данные берутся из реальной жизни. То есть, ничего не приходит в «Капитал» и в голову Марксу из платоновского мира идей. Он опирается на то, что есть. Стиль изложения. Несмотря на то, что эта работа является классической научной работой своего времени, стиль изложения очень живой. Хотя местами и трудный для чтения. В-пятых, «Капитал» — это основа научного социализма. Как уже сегодня было сказано, никакого другого социализма нет. И в-шестых, это еще и очень крупная историческая справка. Причем, зачастую рассматриваются судьбы огромного числа людей, целых народов трагически. И можно увидеть, как невероятное богатство передовых наций, немногочисленного даже господствующего класса этих наций, обусловлено посредством невероятного же обнищания масс народа или других народов. Показано первоначальное накопление капитала. И когда читаешь это, невольно вспоминаешь то, что происходило в нашей стране в 90-е годы. И причем все это, опять же, подтверждается данными, и не какими-то там выдумками впечатлительных коммунистов или других добреньких людей, а отчетами санитарных врачей разных округов. В заключение хотел бы сказать, что есть масса учебников по литэкономии, лекции в интернете и так далее, но на самом деле ничто из этого не заменит чтение капитала. Потому что какой бы учебник вы ни взяли, он всегда будет только пересказом, причем еще, вероятно, пересказом искаженным. Поэтому обязательно стоит ознакомиться с капиталом при первой же возможности. Впрочем, возвращаясь, опять же, к предыдущему докладу, капитал – это не последнее слово в марксизме, и марксизм продолжает развиваться, и в наше время марксизм – это марксизм-ленинизм. Это название он заслужил уже во всем мире. Хочу пожелать успехов всем, кто собирается читать капитал, кто продолжает читать капитал. Приглашай в кружок. Да, приходите в кружок. Есть кружок в изучении капитала. И в Красный университет. И в Красный университет обязательно. Спасибо. Спасибо и вам. Слово предоставляется Вячеславу Михайловичу Лазареву, электромонтёру, членному комитету Ленинградской организации РПР. Тема выступления – выполнение норм охраны труда и техники безопасности. Приготовиться к товарищу Шабусову. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, сейчас уже упоминалась специальная война-операция, и снова встаёт остро эта проблема выполнения норм охраны труда и техники безопасности. Потому что, с одной стороны, на фронт требуется всё больше вооружения, боеприпасов, других. Другой продукции, широкого... Ну, всевозможных направлений продукции требуется. А с другой стороны, взять вот прямо сейчас, откуда-то в массе, да, большое количество квалифицированных рабочих, не представляется возможным. Это требует большого времени, их подготовки. Ну, мы все знаем почему. Вот в условиях Великой Отечественной войны, например, можно ли было достичь перелома в 1942-м, когда, в общем-то, наша экономика противостояла экономике всей объединённой Европы, промышленной планеты. А за станками танки собирали даже дети старшего возраста. Конечно, без уделения должного внимания проблеме охраны труда достичь таких результатов было бы невозможно. Просто была высокая смертность, но горячка была покруче, чем сейчас. Вот. Значит, буржуазное государство, начиная с 2020 года, озаботилось этой проблемой, потому что были изданы десятки законов, нормативно-правовых документов по охране труда и технике безопасности с учётом современных требований. То есть, позитивная тенденция присутствует. Также были изданы законы об обязательном обучении работников охране труда, в том числе безопасным методом приёма выполнения работ, применению средств индивидуальной защиты и так далее. Вот. Но теперь стоит о том, как же обеспечить выполнение этих законов на местах. Не могу говорить насчёт всех предприятий, но на многих из них совершенно точно состояние охраны труда и техники безопасности оставляет желать лучшего. Ну и вообще всем известно, что травматизм и смертность на производстве только растёт. даже сейчас, когда по идее важнее, но это один из самых важных моментов, на которые нужно уделить должное внимание. Что касается администрации на местах и её действий по организации безопасного производства, то здесь, конечно, в условиях современной России, современного российского капитализма, капитализма в России, понятно, что именно вот таких решительных, планомерных шагов с её стороны, именно с её стороны, ожидать не приходится. Тут по разным причинам и алчность, и непрофессионализм, и откровенная враждебная оппозиция, антироссийская. Иногда это всё вместе. Есть и, конечно, порядочные руководители, но в этих условиях они вынуждены плыть по течению, потому что если они будут слишком настаивать на каких-то позитивных... на выполнении норм этих аквакранитуда, то им не справиться с этой ситуацией, просто потерять работу и всё. здесь, конечно, как обычно, в выполнении этих норм заинтересован наиболее больше всех рабочий класс. И вот здесь просматривается основная проблема, что, к сожалению, рабочие в основной своей массе пока не осознают прямую причинно-следственную связь между выполнением этих норм и смертностью и травматизмом на производстве, что если выполнять, то это всё снижается. Вероятность исхода плохого, она снижается, значит, вплоть до нуля. Если речь идёт о современных уже каких-то научных данных, потому что сейчас я считаю, что средства эти достигли уже такого уровня, что действительно можно практически до нуля снизить эту смертность. А у нас ещё много других смертностей, видов, так сказать, помимо смертности на производстве. Значит, вот, например, вот простой пример даже, взять инструктаж по охране труда на рабочем месте. Я сам свидетель и на многих других предприятиях так же происходит. Вот, руководство подходит ко всем распишись в журнале по охране труда. Ну, все это уже годами делают для галочки. Расписываются и всё, так надо. А связи между тем, что... То есть, они это делают, не осознавая до того, что, в принципе, они этим самым снимают ответственность за возможную будущее несчастных случаев с ними самими или с их товарищами по их вине, с администрацией, потому что, как правило, эта подпись, вот в моём случае, по крайней мере, она не... Нету причину, наглядной такой связи этой подписью, логической, с какими-то локальными документами, нормативными, которые чётко определяют обязанности работника с точки зрения охраны труда. Поэтому, когда что-то случится, под это можно уже составить любой документ задним числом, а человек уже расписался. И он виноват всегда во всём будет. То есть, когда приспичит, тогда буржазия руководствует этим заботиться вопросом, но будет уже поздно. Вот. Соответственно, первый шаг, который нужно сделать, это самому проконтролировать этот момент, за что я расписываюсь. Если у меня требует подпись за тот документ, который не соответствует действительности, ну, это просто преступление его подписывать. На самом-то деле, соучастие в преступлении. Вот. И это недопустимо. То есть, нужно добиться того, потребовать от руководства, не просто даже предоставить инструкции и возможность изучения в рабочее время, а также нужно проконтролировать, чтобы это были современные инструкции, а не 20-летней давности. пусть поработают все-таки руководство, это их задача организовывать в производстве, а задача рабочих ознакомиться, после этого подписать, а потом выполнять. Вот помимо инструкции, конечно, а, еще хотел про учебные центры сказать. Вот сейчас это вошло в такую моду, посылать народ рабочих на обучение, в кавычках. Там в короткий срок очень преподаватели излагают какую-то свою трактовку нормативных, государственных нормативных документов. Потом проводится в кавычках проверка знаний в виде тестирования. Кстати, это же может быть использовано как репрессивный аппарат против неугодных, потому что вопросы могут быть и сложные, а могут быть простые, на которых нет правильного ответа и так далее. А на самом-то деле подменять изучение непосредственно самих документов директивных, нормативных это нонсенс. То есть заменять это чьей-то трактовкой, чьими-то умозаключениями. И вообще есть иерархия приоритетности нормативно-правовых документов у нас. Первое, естественно, Конституция, там есть соответствующая статья про безопасность труда. На ее основе федеральные конституционные законы, дальше идет федеральные законы, например, трудовой кодекс, потом указ президента, после этого уже постановление правительства, вот среди, на этой ступени достаточно много из документов по охране труда, потом приказы министров по отраслям экономики, там тоже основная часть документов на этом уровне выпущена. И изучать это, а уже на самом последнем месте находятся локальные нормативные акты, утвержденные руководителем конкретного предприятия. это, конечно, надо изучать, но чтобы понять вполне свои обязанности и вообще всю ситуацию по своей специальности, как она должна обстоять, ну, конечно, надо изучать всю эту цепочку документов рабочих. Ну, хорошо, Конституция, Трудовой кодекс, это можно в свое время изучать, но личного времени не может хватить изучить все остальные документы, это обязательно нужно делать в рабочее время, просто потому, что это имеет прямое отношение к работе, это не прихоть работника, это у нас в Трудовом кодексе в приоритете безопасный труд, а не просто работа, да, где работа, все-таки у нее определенность есть, неотделимая. Следует помнить, да, следует помнить, что все правила написаны кровью рабочих, вот, и ваш личный опыт, он не может отражать сил всех возможных ситуаций, тем более, это ваш опыт, а еще с вами другие товарищи работают по другим специальностям, и можете вы, в том числе, пострадать от их неправильных действий, то есть, желательно еще смежные какие-то области заглядывать, как там должно быть с точки зрения безопасности, вот, ну и понятное дело, что отношение рабочих такое, по опыту, ну ничего же не происходило, все нормально, уже 20 лет работаю, там, как-нибудь, там, с равновесием у меня все в порядке, там, руки не дрожат, все, а многие факторы не учитываются, и обязательно надо помнить, что вообще-то смертельный случай, он только один раз в жизни бывает, два таких случая уже не могут произойти, можно 20 лет без происшествия работать, нарушая, но потом просто один раз умереть, и все на этом, а это вот, я считаю, острейшая проблема, которую нужно разрешать сейчас, и вот у меня есть все основания предполагать, что именно рабочие члены, рабочей партии России, как авангарда, наиболее сознательные рабочие, как авангард рабочего класса, выступят с такой инициативой изучения в государственных и других нормативно-правовых документов, определяющих порядок, охрана труда и техники безопасности на производстве. Затем возглавят борьбу за продвижение этих положений в жизни. Слово для выступления предоставляется Владимиру Алексеевичу Мальцеву, механику размольного оборудования, члену комитета Ленинградской организации РПР. Тема выступления о работе Сталина, анархизм или социализм. Пожалуйста. Работа Сталина, анархизм или социализм была написана между июнем 1906 годом и апрелем 1907 годом. Значит, она была опубликована в грузинских большевистских газетах. Работа не была закончена, потому что Иосиф Виссарионович Сталин был арестован и куда исчезло окончание этой работы никому неизвестное доселе. Так что эта работа не завершена. Иосиф Виссарионович показывает глубокое понимание марксизма и ленинизма. Он прекрасное знание диалектического материализма. Ну и из этого как вытекает как классовой теории, так и учение о диктатуре пролетариата. Она включает в себя три раздела. Первый раздел это диалектический метод, второй раздел это материалистическую теорию и третий это пролетарский социализм. В классовой борьбе каждый класс руководствуется своей идеологией. Буржуазия руководствуется либерализмом. Это не цельное учение. Оно имеет множество направлений. Социализм тоже имеет направление. Основные направления это реформизм, анархизм и социализм. Ну с реформизмом здесь более-менее все понятно. Реформизм он говорит, что социализм это дело очень далекого будущего. Он отрицает социалистическую революцию, он отрицает диктатуру пролетариата, ну и выступает за сотрудничество с буржуазией. То есть он выступает совершенно с антипролетарских позиций. Другое дело анархизм. Анархизм считается социалистическим учением, но он яростно борется против марксизма. Значит некоторые считают, что анархизм и марксизм у них одни и те же принципы. Они лишь только имеют тактические между собой разногласия. На самом деле это не так. Анархизм является злейшим врагом социализма. И Иосиф Виссарионович раскрывает в своей работе почему анархизм является злейшим врагом социализма. Краеугольным камнем анархизма является то, что анархисты пытаются говорить, что свобода личности она приведет к тому, что будет освобождена общая масса. Марксисты стоят совершенно на другой позиции. Они считают, что только освобождение общей массы может освободить личность. Цель работы Иосифа Виссарионовича сопоставить эти два противоположных принципа, сравнить между собой и показать, что анархизм враждебен марксизму, так как анархисты являются поборниками малых общин и выступают против диктатуры пролетариатом. Марксизм это не только теория социализма, это цельное мировоззрение, это философская система, из которой вытекает пролетарский социализм Маркса. Эта философская система называется диалектический материализм, потому что в основе ее лежит диалектический метод и материалистическая теория. диалектический метод говорит нам о том, что все находится в постоянном изменении, все находится в развитии. Наряду со старым существует новое, наряду с растущим есть умирающее, наряду с революцией есть контрреволюция. Диалектический метод исходит из того, что жизнь надо рассматривать такой, какой она есть. Товарищ Сталин, критикует анархистов, которые заявляют, что диалектический метод Гегеля является реакционным и он является метафизическим, потому что философская система Гегеля является реакционной и на этом основании анархисты говорят, что они не признают никакой диалектики, которая была предложена Гегелем. Значит, Иосиф Виссарионович говорит, видимо, анархисты здесь придумали свою диалектику и яростно, как Дон Кихот сражается с этой диалектикой, не понимая смысл и в чем заключается диалектика и диалектический метод, который был применен Марсом. Далее, во второй главе Иосиф Виссарионович касается материалистической теории. Иосиф Виссарионович говорит, что материалистическая теория, она монистическая теория, из этой теории вытекает главный принцип Макса. Значит, что не сознание людей определяет их бытие, а общественное бытие определяет сознание людей. И здесь тоже происходит путаница у анархистов. Они не могут определиться с материалистической теорией, которой придерживался Маркс. Одни говорят, что Макс и Энгельс отвергали монистическую теорию и придерживались вульгарного материализма. Другие же анархисты говорят, что они были монистами, но за их монизмом стоял дуализм. Известно, что Карл Маркс материалистическое учение развивал свое из учений Фейербаха. А у Фейербаха было такое изречение, что человек тот, что он ест. И на этом основании они заявляют, что якобы Маркс из этого сделал вывод, что главное это экономическое положение. Ну и здесь Иосиф Александрович говорит, что они даже не разобрались, обвиняя Маркса в вульгарном материализме с материализмом. Что есть разный материализм. Есть вульгарный материализм, который отрицает идеальное, а есть значит монизм, который рассматривает природу как единое целое, а идеальное и материальное как две его стороны. Таковы взгляды анархистов на материалистическую теорию Маркса и Энгельса, если только ее можно называть материалистической. Теперь мы знакомы с учением Маркса, знакомы с его методом, а также с теорией. Ну и какие из этого практические выводы мы можем сделать? Иосиф 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 в третьей главе своего произведения «Анархизм или социализм» делают следующие выводы, что диалектический метод говорит, что только тот класс может до конца быть прогрессивный, только тот класс может сбросить ярморабство, которое растет изо дня в день, всегда идет вперед, борется за будущее, а таковым является городской и сельский пролетариат. Экономическое развитие капитализма показывает, что производство становится все более обобщественным. И это обобщественное производство, его общественный характер производства впор не отрицает существующую капиталистическую собственность. Следовательно, главная задача содействовать свержению капиталистической собственности и установлению социалистической собственности. Будущее общество социалистическое общество, в котором нет места ни буржуазии, ни буржуазии, ни пролетариату. Там не будет классов, это будут коллективно работающие тружечники. Будущее общество социалистическое, там не будет эксплуатации одним классом другим, будет уничтожено товарное производство и не будет там купли-продажи. И в чем заключается решающее средство, при помощи которого будет свергнут капиталистический строй. Таким средством является социалистическая революция. Социалистическая и установление диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата нужна сначала для захвата власти, а затем чтобы экспроприировать частную собственность. И чтобы эту частную собственность перевести ее в общественную собственность. Теоретической основой научного социализма является материстической теорией Маркса и Энгельса, а тактической основой научного социализма является учение о непримиримой классовой борьбе. анархисты отрицают диктатуру пролетариата. Они заявляют, что всякая диктатура приведет к тому, что меньшинство захватит власть над большинством и восстановится то же самое, что и было по сути дела. но Иосиф Виссарионович здесь приводит аргумент Парижской коммуны, когда весь пролетариат руководил всем, а не отдельная горска. Ну, таким образом Иосиф Виссарионович подверг уничтожающей критике учения анархистов, после чего учение анархистов стало хереть и в конечном итоге оно пошло на нет. Спасибо. Все предоставляется Константин Константинович Шабусову, консультанту Фонда Рабочей Академии. Озвучите, пожалуйста, тему. Моя тема в моменте становления идеи истинного. Вот это и это завершающий у нас докладчик, да? Да. Так вот, как вы считаете, как мы должны смотреть на мир? Просто диалектический не скучно. И вот если мы правильно смотрим на мир и в соответствии с диалектическим материализмом понимаем его, то мы одновременно и боремся совсем тем, что противоположно сущности человека. И мы вполне сознательно можем преобразовывать мир в соответствии с материалистически понимаемой абсолютной идеей. Идеей свободного всестороннего развития всех средств общества. Но у Гегеля два мира. Один мир это царство субъективности чистых просторов прозрачной мысли. И другой мир это царство объективности. в стихии некой внешне многообразной действительности, которая есть нераскрыто царство тьмы. Понятно, что на первом месте стоит субъективность, на втором объективность. Поэтому полное же развитие неразрешенного противоречия той абсолютной цели, которой непреодолимо противостоит предел этой действительности, рассмотрено подробнее в феноменологии духа. И так как идея содержит внутри себя момент совершенной определенности, то другое понятие, в которой относится другое понятие в ней, имеет в то же время в своей субъективности момент некоторого объекта. Поэтому идея приобретает здесь вид самосознания и с этой стороны совпадает с изображением. Но практическая идея еще не достает момента самого сознания в собственном смысле, а именно того, чтобы момент действительности в понятии сам по себе достиг определения внешнего бытия. Этот недостаток можно рассматривать и так, что практической идеи еще не хватает момента теоретической идеи. А именно теоретической идеи на стороне субъективного понятия, созерцаемого понятия внутри себя находится лишь определение всеобщести. Тут уже говорили про всеобщесть, да? познание знает себя лишь как постижение, как само по себе неопределенное тождество понятия самим собой. Наполнение, то есть себе и для себя определенная объективность, есть нечто ему данное, а истина сущая независимо от субъективного полагания на личная действительность. И наоборот, практическая идея считает эту действительность, которая противостоит ей в то же время как непределимый предел, тем, что само по себе ничтожно и что должно получить свое истинное определение и единственную ценность лишь через благие цели. Поэтому воля лишь сама преграждает себе путь к достижению своей цели тем, что она отделяет себя от познания и что внешняя действительность не получает для нее формы истинного сущего. Поэтому идея блага может поэтому найти свое дополнение единственное лишь в идее истинного. Вот такая идея у нас. Спасибо за внимание. хорошее консультант. Давайте заканчивать подведем некоторый итог. По содержанию вопроса и а это потом за кругом столом как полагать и дискуссия и обсуждения и споры на первый взгляд вот если взять содержание наших докладов для непосвященного человека кажется такой разброд здесь и философские категории и какие-то практические вопросы как Вячеслав Михайлов затронул и другие на самом деле ничего подобного рабочий класс ждет свою борьбу за свои интересы и мы все знаем что она имеет три основные формы экономическая политическая и теоретическая или идеологическая ну кстати вот Владимир Ленин когда приводил эту мысль Энгельса дополнил у него всегда мысль идет вперед он развивает положение Энгельса он пишет я приведу эту мысль Энгельс различает три основных формы пролетарской борьбы экономическую политическую теоретическую сиречь то есть профессиональную политическую и теоретическую то есть видите экономическая борьба кто ее ведет профсоюзы прежде всего и вот Владимир Ленин позволил себе сделать такую вывод вот профессиональная борьба так борьба экономическая борьба которую ведут профсоюзы И сейчас у нас, вот я наблюдаю, есть две такие тенденции от людей, деятели, которые считают себя левыми за социализм, за рабочий класс. Первые говорят, нет, я не буду заниматься вот этой экономической борьбой, она узкая, мне подавай сразу вот политическую борьбу. Там революции, баррикады и прочее. На что Владимир Ильич Ленин, и тогда была такая проблема, более ста лет назад. Сейчас все, история повторяется, как бы только в новом виде. Проблема не в том, что цели, задачи профсоюзного движения узки, как говорят некоторые, а в том, чтобы связать эту одну сторону рабочего движения с другими. Поэтому содержание всех докладов, которые здесь прозвучали, говорит о том, что мы идем в русле того, что мы соединяем все эти три формы борьбы в единое русло, в единое целое. И только тогда будет победа. И второе замечание. Есть еще деятели, которые говорят, ну нет, вот вы знаете, они себя считают ультра-революционерами. Я не буду работать в профсоюзе, поскольку они все под пятой администрацией, они все желтые, ничего подобного. Это другая крайность. А эти крайности смыкаются в том, что выступают в конечном итоге против вот этой части, против профсоюзной борьбы, против экономической, против этого момента, единой борьбы, которую ведет рабочий класс. Ну вот мы стоим за советскую власть. Как она образуется? Образуется каким образом? Когда забастовочные комитеты выдвигают своих представителей в совет перед городской. А забастовки откуда появляются? От той борьбы, которая ведется на предприятии. И здесь без профсоюзов никак не обойтись, какие они ни были. В конечном итоге они тоже ведут эту борьбу. Ну вот на этой ноте, позитивной, я хочу закончить первую часть нашей конференции. Значит, у нас сейчас будет перерыв. Свободные дискуссии по группам интересов. Вот это первая часть. Второе. Напоминаю, что по итогам конференции будет издан сборник трудов. Мы продлили срок предоставления тезисов от тех, в том числе от тех, кто сегодня выступал. Замечательные доклады. Пожалуйста, еще неделя, чтобы оформить. Не будем говорить. Они все знают. То есть часть уже, большая часть прислали тезисы. Ну что, объявляйте перерыв. И, пожалуйста. Ну и заново и правды будет опубликовано, да? Мы надеемся, будет. Номер будет готов. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин